Спартак Субтитры предоставлены 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 Вратарского искусства Руками вперед Вот так самоотверженно Не ногами Как некоторые вратари Сейчас делают Идут на мяч ногами С риском заработать 11-метровый Это изначально нарушение Правил ногами вперед Плетикос великолепно сыграл Ну и дальше был Еще один опасный Момент У ворот хозяев Поле Когда Жирков Сначала Красич А потом Жирков Вывели на ударную позицию Вагнера по мячу не попал Ну что ж, вот так на встречных курсах С открытым забралом соперники бросились Друг на друга, Спартак Еще раз скажем, задал тон Армейцы удар приняли Вызов приняли и ответили Очень-очень неплохо Вот, смотрите, момент, да, подключение Жиркова Вроде бы здесь и Быстров И Штранцель Но Жирков все-таки сумел Выбрал вот этот миг для передачи И чуть-чуть Вагнер пробежал Чуть-чуть, но у Жиркова По-другому, наверное, пас и не проходил Там все было перекрыто Единственная возможность была, чтобы мяч до Вагнера дошел Но в динамике эпизода Секунды Вагнеру не хватило Штранцель Ну, нерасчетливый навес И вновь Спартаковце С мячом это Шуава Моцарт Ковач Да, практически заполнен сегодня стадион В Лужниках Я думаю, тысяч Ну, 70 точно есть Потому что очень мало пустых мест И, конечно, львиная Доля заполненного пространства Принадлежит болельщикам Спартака Которые очень красочно поддерживают свою команду Ну, а болельщикам, наверное, отдельно Стоит поговорить Просто по той Лишь причине, что Наверное, впервые Фанаты обеих команд пошли на такую беспрецедентную Для величайшего антагонизма В нашем футболе акцию солидарности Ну, дело в том, что Произошла трагедия в стане болельщиков Здесь нарушение правил штрафной В стане болельщиков ЦСКА погибли Два преданных поклонника команды И честь и хвала болельщикам, естественно, и ЦСКА И болельщикам Спартака Которые вместе участвовали в похоронах В прошедшие вторники Сегодня приняли совместное решение Во-первых, никаких оскорбительных ваннеров и речевок В адрес друг друга Во-вторых, вот отказались от такой совместной хореографии И вообще подошли к этому поединку Вот так вместе, рука об руку, что называется Поддерживать свою команду будут, безусловно Ну, вот, к сожалению, такое единение Болельщикских дружин Спартака и ЦСКА Происходит только перед лицом трагедии Лудской Жаль, что в обычных условиях, к сожалению, мы этого не видим Ну, как бы то ни было Идет Спартак вперед, велят Он пытается уйти от двух соперников От двух ушел, на третьем споткнулся Шемберас молодец, подстраховал Шуава Моцарт Больше Спартак владеет мячом ЦСКА так откатывается тут же при потере на свою половину И Здесь пытается Встречать спартаковцев, не давать им свободы для маневра Плотно действует с хорошей подстраховкой Но это и понятно В рядах спартаковцев, которые набрали очень хорошую форму Много скоростных футболистов Это прежде всего Велетон Это и Торбинский с быстром И, конечно, здесь Давать им возможность набрать ход Получить острую передачу Пас Спартаку есть кому сделать Безусловно Для ЦСКА сегодня смерти подобны Поэтому армейцы по первым минутам 10 минут стартового отрезка Стараются как можно грамотнее и внимательнее действовать в обороне Вот не давать Спартаку пространство Нарушение правил И Диана Мальенко Спокойно пока работает испанец Не нагнетая никаких страстей А матчи Спартак-ЦСКА порой Такие спектакли болельщикам дарят Достаточно сказать, что за всю историю российскую Только 11 удалений было В поединках этих команд Очень много желтых карточек Очень много эмоций Очень много слов было сказано И, кстати, Станислав Черчесов был первым Кто получил красную карточку Поединка Спартака и ЦСКА В далеком уже 92-м году 15 лет назад Не получился навес у Торбинского Закрыты пока фланги Справляются здесь Шемберас справа И Жирков слева у ЦСКА Жирков не так активно идет вперед По первым минутам Больше сосредоточен опять же На оборонительных действиях Опять же, любопытный очередной акт Противостояния Жирков-Быстров На фланге Ну и любопытно, как Торбинский Против Шембераса сыграет Титов Быстров Велитон И назад Назад Впереди адреса нет Все закрыты Шуала Касаде Спартак приступил Чужих ворот ЦСКА не возражает Но при первой же возможности Армейцы будут терзать Спартак С фострыми контр-выпадами Там Вагнер и Жо готовы откликнуться на передачу Хотя сейчас отошли на свою половину поля Моцарт Обыграл сейчас Дуду и пробил Пробил, но пробил слишком уж не точно Итак, расстановку ЦСКА Ну, в принципе, я думаю, вы уже разобрались Три центральных защитника Сергей Гнашевич и братья Березуцкие И правая бровка Отдана Деидусу Шемберусу Слева Юрий Жирков Два центральных полузащитника Опорника Это Рахимич и Дуду Под нападающими Милош Красич И пара форвардов Вагнер, Лав, Межо Серия взаимных ошибок Этитов, отработавший назад Извиняется Дуду Перед Егором Зацепил по ногам И Мальенко успокаивает Игроков Мальенко сейчас на очень хорошем счету В Испании 33 года этому арбитру Лучший арбитр Испании был Дважды признавался за последние Три сезона Ну и мечтает В общем, побить Мальенко мечтает побить рекорды Двух более известных на данный момент Своих соотечественников Нет, здесь передача до 30-то не дойдет Конечно, мы лучше знаем Микута Гонсалеса и Медину Канталеха Ну вот, Мальенко в прошлом сезоне Достаточно сказать, что в чемпионате Испании В примере работал на таких матчах Как Реал Атлетика Реал Барселона Абсолютно топовые поединки Обслуживал он также финал Юниорского чемпионата Мира не так давно Ну и мечтает поехать Работать на чемпионат мира 2010 года Как в Испании считают Журналисты и специалисты Все шансы для У Мальенко для этого есть По крайней мере в тройку ведущих Судей в своей стране Он входит без всяких вопросов Моцарт Дидура Не прессингует Не прессингует Армейцы спартаковцев На чужой половине поля Встречают у себя Дома и встречают Негостеприимно Двери для спартаковцев не распахивают Приходится красно-белым Расшатывать вот эту мобильную оборону Восемь полевых игроков На постпах штрафной И в штрафной У ЦСКА И пробиться здесь довольно тяжело Торбинский Обыграл сейчас Шемераса на вес И справляются армейцы Да, ну и к сожалению Уже замену Спартак должен проводить Безусловно замена Вынужденная Баженов Кого будет менять Неужели Велитана Да Вот так Велитан прихрамывает И конечно для Спартака Это потеря Вот Повтор эпизода Потянул мышцу Велитан Судя по всему И Никита Баженов Появляется на поле Первая замена Уже в самом начале матча Ну ко всем ведам Спартака еще это добавилось Будем надеяться Что несерьезное повреждение И Велитан В ближайшее время Поправится Только-только Вписался он В игровую схему Освоился Спартаковских Тактических моделей Притерся к паркорам И конечно Изобил кстати Свой первый мяч В чемпионате России В минувшем туре Еще раз подчеркну Что для Спартака Это потеря И не только в сегодняшнем матче Если Велитан Не сумеет восстановиться К следующему поединку Ну плюс Ко всему И Тут придется корректировать Игровые связи Придется корректировать Характер действий В атакующей линии Спартаку Потому что одно дело Рассчитывать на Исключительную стартовую скорость Велитана Его резкость Другое дело Никита Баженов Все-таки форварды Они разноплановые Нисколько не умаляя Достоинств Баженова Армейцы идут вперед Жирков Штранцель против него Ну Штранцель Поаккуратнее Нужно в таких подкатах Играть Идут вперед Армейцы Жо Жо кстати Спартаку еще ни разу В чемпионатах России Не сбрал В кубковых матчах Много Раз и горчал Красно-белых А вот в чемпионатах Ни разу И вообще Спартакуцам В последних шести поединках Забивали у армейцев Только легионера Клуба Баженов И аут Аут входит Спартака 16 минут позади Ничья 0-0 Армейцы сейчас Вот как раз Растянули на своей Трибуне Баннер В память о Погибших ребятах Дальний удар Не опасен Ну и болельщики ЦСКА Сегодня также Все в траурных повязках Решили прийти Почтить таким образом Память Погибших Дорожно-транспортных Происшествия Двух своих Одноклубников По Поддержке ЦСКА Аут Шемберас Жо Красич В касании На Шембераса Здорово Против Шембераса Шуала И Шемберас Навешивает Навешивает В никуда Мяч армейцы Сохранили Дуду Снова на правый фланг И Шемберас С передачи Спартаковцы И в итоге Ошиблись Моцарт Титов Касание с Моцартом И Моцарт Идет дальше Штранцель Подключился к атаке Быстров Увел Жиркова Сейчас Справа фланга У Моцарта Была возможность Посмотреть Сделать Нацеленную Передачу Но к сожалению До сих пор Точный пас Так и не стал На данный момент Одним из Главных футбольных Талантов Защитников В отборе Штранцель Хорош Конечно Однако В передачах Ошибаются Очень часто Тем более В таких Когда нужно Точный мяч вырезать Туда в штрафной Отправить Здесь Есть Австрица Над чем работать Аут Армейцы Будут сбрасывать Мяч Красич Хорошо Ставит корпус Два соперника Против него И Моцарт Подтолкнул Красич Амальенко Был рядом Все Увидел Нарушение Правил И штрафной Быстро Армейцы Разыграли Игнашевич Василий Березуцкий Шемберс Осторожно Играют Команды Опять же Скажу Касается ЦСКА И Спартака А вот Может Получиться Момент И Ковач Все исправляет Неудачно Неудачный Рикошет Получился Мяч точно В штрафную Пришел К Вагнеру Вот смотрите Момент И Ковач Подстраховал Партнеров Дуду Есть возможность Для удара Бьет Дуду Плетикоса Дабы избежать Малейших Неприятностей И непредвиденных Обстоятельств Упал В нижний угол Ворот Хотя ясно Видел что мяч Идет Мимо Ну размялся Хорватский Галкипер Блестяще Просто сыгравший Против Селтика Фантастически Самые эпитеты Были красочный Внеземной Космический уровень Ну действительно Два-три Момента Плетикоса Не просто спасал Свою команду Обдувался Там за всех Полевых игроков Достаточно вспомнить Выход на Камура Один на один Как-то сложится Сегодня Мандрыкин Выбил мяч И спартаковцы Ошиблись в передаче Правда Армейцы Ответили тем же Борьба в центре поля Никто не рискует Никто не рискует Никто не лезет На рожон Встречают команды Друг друга На своей половине поля Не прессингуют И большими силами Вперед не идут И опять же скажу При потере Тут же всей команды И Спартак и ЦСКА Отходят на свою половину Так вот По первым минутам Казалось что Увидим мы На протяжении Первого тайма Открытый футбол Нет Закрылись Закрылись И те и другие Не дают возможности Свободно дышать Ну вот есть возможность У Титова Набрать ход Моцарт Опасный момент Моцарт шляфной Убирает мяч под себя И Угловой удар Угловой удар Мне кажется Что Моцарт Должен был бить Уж куда выгоднее Позиция для удара Ну что хотел здесь Моцарт сделать Да бросился Бросился под мяч Туда Алексей Березуцкий И увидел это Моцарт Падение Естественно Березуцкий Не фалил Но угловой Баженов Титов Пропустил мяч Великолепный И Торбинский Бил поворотом Получилась Прострельная передача Ну и Баженов Не готов был Такой мяч принять В итоге Контрвыпад армейцев Вагнер Не было положения Вне игры Но спартаковцы Прервали эту передачу И на Быстрова Длинный пас Березуцкий И Титов Ну что ж Упустили спартаковцы Очень хороший момент Моцарт Затянул с ударом Уж хотел прямо Всю оборону армейцев Там обыграть Накрутить И Затем уже В ближнем бою Переиграть Мандрикина Однако не получилось Поскользнулся Моцарт Пробей раньше Станислав Черчесов Оба Тренера сейчас У кромки поля Двумя генеральскими фигурами Люди в черном И Станислав Черчесов И Валерий Газаев В темной форме одежды Сегодня Руководят действиями Своей команды Газаев такое впечатление Сейчас просто сам на поле Уже выйдет И штрафной Штрафной В пользу Спартака Испанский Арбитр назначает Ну что ж Есть моменты Есть моменты Для взятия ворот И у Спартака И у ЦСКА Да, ну Здесь понятно Жоу играл Пада играл уже не в мяч А в соперника Сюда и штрафной Шуала досталась Моцарт Титов Моцарт Да, за Титовым Пристально сегодня Приглядывают То Рахимич То Дуду А то и вместе Прекрасно понимает Газаев Я думаю Дал указание Своим игрокам Очень плотно Сыграет с капитаном Спартак Потому что По всем последним матчам Главная Угроза Именно вот Титов Исходит И здесь нарушение Правил арбитры Синхронно Сейчас сработали И боковой показал Что был холк И тут же Главный судья Дал свисток Мы смотрим повтор Жирков против Быстрова Да, не достал Не достал Жирков До мяча Быстров как-то И пытался стоять На ногах Все-таки Оказался на газоне И штрафной Очень опасный штрафной Спартаковцы пробьют Семь футболистов В красных футболках В штрафной площади Соперника Моцарт навешивает Выносят армейцами Мяч Атака не закончена Снова Моцарт Еще один навес Опасный момент Да, есть от чего Схватиться За голову сейчас Игнас Удидури Потеряли армейцы Его из вида И удар не получился У защитника Только лишь Вот, смотрите Обычно на этой позиции При розыгрыше стандартов Павлюченко Оказывается, что в Спартаке Что в сборной И замыкает Очень качественно Вот эти навесы На Удидури Чуть-чуть Разменулся Игнас с мячом И Таким образом Момент у ворот ЦСКА был исчерпан 25 минут позади Ничья 0-0 Ничья 0-0 И уже довольно много Острых ситуаций Возникло и у тех И у других ворот По большей моменту У Спартака Титов Смотрите, как за ним Как глубоко отходит Во-первых, сам Титов И как Далеко бежит за ним Дуду Но об этом уже Сказали мы Вагнер На ваших экранах Только что промелькнул Березуцкий Шемберес Красич Водьбу с Шуауа ведет И аут Аут в пользу Спартака Шуау быстро выбрасывает мяч Моцарт И назад Дидура Титов Торбинский Сохранил мяч Хорошая передача Баженов Пробрасывает мяч И штрафной Баженов зарабатывает Штрафной Успел Успел сейчас Желтая карточка Справедливо Успел Баженов Сейчас пробросить мяч Мимо Сергея Игнашевича И дальше нарвался На выставленную ногу Защитника И упал Естественно На скорости В динамике Не успел Сергей Игнашевич Здесь по правилам Прервать прорыв Баженова Очень опасный Штрафной Пробить могут И Моцарт И Титов И Торбинский Ну и первая Желтая карточка В сегодняшнем матче Снова Титов Снова Титов Все через Егора У Спартака Строится Хотя не включили Еще не включили Красно-белые фланги Быстров пытается Торбинский Чуть менее ярко Смотрится Это мягко сказано Хотя сейчас Поучаствовал Предыдущей атаке Спартака Результатом Который стал Штрафной И Сантос Моцарт Что исполнит Отодвигает Мальенко Стенку На положенные 9 метров И сейчас еще Может быть Предупреждение Одно И жестом И словом Ну вот Теперь дистанция Соблюдена И Моцарт У мяча Очень опасно Метров 21-22 метра Доворот Моцарт бьет И попадает в стенку Всего лишь Угловой Повтор Смотрим Вагнер Встал на пути Мяча А вовсе Даже не в стенку Мяч попал А выскочившего Из нее Вагнера И угловой Подача Паста Апеллирует Спартаков Сокорбитры Считает Что была игра Рукой И пенальти Пенальти Это боковой Арбитр Сейчас Подсказал Главному Судье Что была игра Рукой И нужно назначать 11-метровый Вы видите Что работает Вот эта система Быстрей связи Не заметил Не заметил Не заметил этого Нарушения Правил Боковой Сигнализировал И Мальенко Назначил 11-метровый Моцар Удар Гол 1-0 1-0 1-0 Спартак Повел В счете Вспыхивает Световое Оформление Этого Поединка На трибунах Вот оно Спартаковцы Празднуют Успех Своей команды Впервые За очень Долгое Время Красно-белые Ведут В счете В матче Чемпионата России Против армейцев Моцарт Получает Поздравление Отца Отечественника Отвелит Ну и Скажем Что во-первых Не повезло Здесь Вениамину Мандрикину Угадал он Направление Меча И Подмышкой Подмышкой Пропустил Но Мандрикину Безусловно Понятно Что никаких Претензий Предъявить нельзя Пенальти Есть пенальти Фарт Не на стороне ЦСКА Сейчас Был В предыдущем Эпизоде Ну возможно Такой пенальти Своего рода Компенсация Спартаковцам За Неудачную серию 11 метров В Глазго Хотя Разные турниры И ЦСКА Тут в общем Совершенно Ни при чем Теперь же Нарушение Правил На стороне Поля Спартаковцев И опасный Штрафной Парабит Армейцев А мы лишь Констатируем Что мяч Забитый Хозяевами Поля Стал Абсолютно Логичным Завершением Их Преимущества Которое Возникло В последние 5-10 минут Когда Спартаковцы Провели Сразу Несколько Острых Атак Были возможности Для взятия ворот Ну и итог Всего пенальти И Честно говоря Не знаю Зачем Зачем Василий Березуцкий Так Рукой Действовал Там нужно было Еще Точно Пробить Игроку Спартака Но возможно Хотел схитрить Защитник Не получилось Жоооошее Ударище И плетикоса Надежен Поаплодировали Сейчас Спартаковцы Своему Галкиперу Вагнер Пытался Обыграть Сразу Двоих Не получилось Да, Ижо С левой по уходящей Траектории от голкипера Но Плитикоса все видел Правильно занял позицию И надежно здесь двумя руками Мяч отбил в сторону от ворот И теперь будет водить мяч Выигрывает 1-0 Быстров Моцарт Титов Передачи не получил Здесь Шемперас Ковач на опережении хорош Карбинский В центре поля Можно отдать направо Штранцель Мяч получил и идет сам Штранцель лучше на коротке сыграть Что он и делает Быстров Аут 32 минуты позади Спартак ведет игру И ведет в счете У армейцев не получается Игра на флангах сейчас совершенно Жерков практически не идет вперед Шемперас Понятно Все-таки больше Футболиста Бронительного плана Красич сегодня выдвинут в центр И наверное сейчас Единственное что армейцы могут в актив себе занести Это активные действия Вагнера Впереди В подыгрыше у него Жо и Красич Причем По большей части Жо Отходит Чуть глубже Ближе к середине поля Они пытаются там с Красичем Вдвоем организовать Что-то вкусное в атаке А на острие выдвинут один лишь Вагнер Который При потере мяча один То ЦСКА остается на чужой половине поля Не получается Не получаются армейцы в контр-игра Так Несколько минут было Когда Нагнетали В гости давление У ворот Красно-белых И два момента возникло Ну на этом и все Удар со штрафного Жо Я думаю назвать Уж очень опасным моментом нельзя Мяч в лицо Вагнеру попал Но все в порядке с бразильцем Продолжает он игру А Спартак продолжает атаковать Хорошая скидка на Быстрова Быстров и Сейчас великолепно Великолепно сыграл Сергей Игнашевич То что не получилось в эпизоде Со штрафным и желтой карточкой На Баженове Получилось сейчас Моцарт Павлюченко Титов Шуала Такое ощущение что Спартак Сейчас проигрывает А не ЦСКА Больше хозяева поля И мечом владеют И больше комбинируют И Времени в атаке проводят Побольше армейцы По прежнему действуют Вторым номером Пытаются Пытаются поймать соперника На контратаке Вот подключение Жиркова По флангу Штранцель против него Рядом с Жирковым Красить Жирков пошел сам Ушел от одного От второго Прострел И Радослав Ковач Передачу прерывает Армейцы зарабатывают угловой Стандарты по такой игре Вещь великая Статистика угловых Хороший навес Плитикоса Здорово Разобрался Вратарский Голкипер И Василий Березуцкий Будет водить мяч Из-за аута На Вагнера Но не дошел Мяч Ту бразильца Торбинский Блеснул Индивидуальным мастерством Пас пятки Хорош Титов Оставил мяч Баженов Набирает ход Быстро Баженов Делал передачу Алексей Березуцкий Прочитал здесь Мяч у Спартака остался Баженов Ну что ж Я думаю Что если и Оставались В глубине души У спартаковцев Неприятные воспоминания Осадок От матча против Селтика После Пенальти реализованного Моцартом Все это стерлось до нуля И удар Удар Павлюченко Прямо в руки Мандрекина Что касается Армейцев То здесь Наверное сложнее Несмотря на то Что ЦСКА имел Полноценную неделю Для подготовки К конкретному Поединку Спартак летал Сначала в Казань Потом в Глазго Порция Отрицательных эмоций Там Бочка Дегтем Шотландии Все это вроде бы Не на руку Но с другой стороны Много говорится И о умении Станислава Черчесова Настроить свою команду В любой ситуации И видим мы По ходу первого тайма Что Станислав Саламыч По крайней мере С этим аспектом Подготовки команды Справился Великолепно По первому тайму Спартак действует Как будто и не было Разочарований Минувшей недели Красич Вагнер Вагнер с мячом Собрал троих соперников Хорошая передача Красичу Мальенко рядом был Показывать Красичу Нужно подниматься А в следующий раз За подобное падение Карточки может получить Милош Мальенко показал Ему что не нужно Провоцировать Смотрите Вагнер все сделал Здорово Красич пытался От Штранцеля Уйти И вы знаете Мне кажется Что Штранцель Может быть и зацепил Соперника Во всяком случае На этом повторе Было видно Что вроде бы Красич упал Не по своей воле Убирал он мяч В мяч Штранцель В любом случае Не попал Но Мальенко был рядом Тут ему и карты в руки Все Видел судья И принял То решение Который принял Теперь штрафной Спартак пробьет Моцарт У мяча Дальний удар Надежный Андрикин Все видел И честно говоря С такого расстояния Пробить Голкипера Уж не знаю Почему Моцарт Такое решение Принял Вагнер Момент Продолжается Атака ЦСКА Жо Подключается Жирков Жирков Бьет Мимо Огрызнулся Огрызнулся ЦСКА Еще раз скажем Что армейцам Если они рассчитывают Повторить свой Прошлогодний успех Сегодня три очка Необходимы Чья не устроит Впрочем Ничья и Спартак Не устроит Но все таки Со стратегической Точки зрения Такой катастрофой В турнирном плане Одно очко В сегодняшнем поединке Для Спартака Не станет А вот армейцам При учете дефицита Минус 8 От Спартака На данный момент Конечно Нужно дистанцию сокращать Пока армейцы В роли догоняющих И грамотно здесь Все сделал Дидура Скинул мяч Нет, это не Дидура Это Шуава был Скинул мяч Головой Плитикос И Плитикоса Не спешит 1-0 Его команда выигрывает 39-я минута Еще один штрафной Много борьбы в центре Да Ну подтолкнул Жиркова Быстрова Еще одно нарушение правил И снова на быстрое Болян на Владимире Сегодня много Вот хватит ли сил Кстати тоже вопрос По матчу с Элдским Видели мы что Едва ли не половина Болистов Спартака В конце даже уже Основного времени В физическом плане Выглядел далеко не лучшим образом А плюс еще Дополнительное время Второй тайм покажет Насколько готова физически Команда Черчесова К противостоянию С чемпионом стороны А чемпион атакует Правым флангом Шемберас Дуду На Жо Дидура против Жо Не сумел Жо обыграть Оппонента Шемберас И только лишь аут Пять минут основного времени До конца Первого тайма Плюс Какое-то время Если добавят Главный арбитр встречи Передача на Жиркова Не прошла Ну а в перерыве Андрей Голованов Подготовил Видеоотчет О матчах 23-го тура Которые были сыграны В пятницу и субботу Пять поединков Ну и напомню Что сегодня еще играет Зенит Кубань И Ростов-Локомотив А все остальное Забитые мячи Опасный момент И вы увидите В перерыве Нашего сегодняшнего Центрального Безусловно Поединка 23-го тура Моцарт Назад Дуэль в центре Но Моцарт Довольно рискованно Действовал Если бы обрезал Могла Очень острый контратак У ЦСКА получиться Но все хорошо Что хорошо заканчивается Для Спартака Василий Березуцкий Надежно здесь сыграл Дуду Жирков В пятером атакуют Армейцы Против семерых Спартаковцев И не идут Не идут Опорники армейские Вот только сейчас Рахимич Да, Дуду Перешли центр поля И уже весь Спартак Вблизи собственных ворот Красич Будет бить Милаш удар Очень опасно Очень опасно Плетикоса Вытянулся в струнку Великолепный повтор Все прекрасно видно Да Могли быть проблемы Попади Красич Створ ворот Так как он это сделал В матче первого круга Помните Тогда с правого фланга Красич вместился в центры В дальний угол Неотразимо пробил И Тогда вот Подобный Предыдущему прыжку Плетикоса Подобный прыжок Не заберег Спартак от неприятностей Армейцы повели в счете И во втором тайме Быстров Равновесие восстановил Сейчас Красно-белые ведут в счете За три минуты до конца Первого тайма Дуду Шемберас Да, только назад Только назад Дуду Жо Хорошая передача на Жиркова Юрий мяч догонит У самой лицевой линии Естественно Простреливал назад И снова Ковач Ковач пока совершенно Безошибочно действует Много лестных Отзывов и эпитетов Заслужила его игра В глаз году Естественно К этому матчу Последнему Мы Возвращаемся постоянно И пенальти Когда мяч в руку Ковачу попал Впечатление от его действий Не смазал Сегодня Ковач также Очень и очень хорош Нарушение правил Да, сначала фалил Сначала фалил Вагнер Против Баженова И штрафные спартаковцы Пробьют Вагнер не согласен Смесь иронии Отчаяния На лице бразильца Но даже такая Экспрессия Не способна Убедить Мальенко В правоте футболиста А не судьи Летикоса Пробьет Березуцкий Длинная передача Вперед Безоборона Атаку Положение Вне игры Чуть-чуть С секундным запозданием Арбитр Поднял Боковой флажок А Вагнер Такое впечатление Что в глаз Метил пальцем Сейчас боковому арбитру Если бы Оказывался рядом Считает Что неправ Судья В этом эпизоде Был Да, так вот У армейцев Во второй половине Первого тайма Разладилась Окончательная игра В пас Никак не получается Еще раз скажем Что небольшими силами Армейцы идут В позиционное нападение А длинные забросы На Жои Вагнера Пока не Эффективны И это Несмотря на Все то Что было сказано И написано О проблемах В центре обороны Спартака Пока на данную секунду На данную минуту На конец Первого тайма Дедура Иковач Со своими Обязанностями Справляются Ну и Моцар Отметим его По первому тайму Огромный объем Работы выполняет Единоборство Почти не проигрывает И в общем Хорошо здесь В центре поля Разрушает Атакующее Начинание соперника Одна минута Добавлены К основному времени Первого тайма 1-0 Спартак идет И быстро Вбрасывает мяч Из-за боковой Станет ли 23-й тур Счастливым Для 23-го Номера Спартака Посмотрим Пока все удачно Для его команды Складывается Вводит армейца Мяч в игру Очередной Очередная дальняя Передача И снова Безадресная Тут же Потери И снова Спартаковцы И есть время Для последней Атаки В этом тайме Паженов Пытался пробить Попал Василия Березуцкого Атака не закончена Торбинский Павлюченко Поднимает руку Показывает Что он один Торбинский Как раз В сторону Павлюченко Мяч И отправлял Торбинский Активен С одной стороны С другой Уж слишком много Неточных Передач С левого фланга Все Закончился Закончилась Первая половина Встречи 1-0 В пользу Спартака Альберт Ундиана Мальенко Отправляет Команды На перерыв Ну наверное Можно констатировать Что Спартак По делу По делу Выиграл Первые 45 минут Отдохнем И мы Ну а в паузе У нас еще раз Скажу обзор Матча чемпионата России Состоявшихся В предыдущие Возня Ростелеком Гости наверняка Опасались Очередного Визита В столицу Ведь в Москве Спартаковцы Из Нальчика Они в белых Футболках Не побеждали Без малого Полтора года Основные События В этой встрече Развернулись После перерыва Вышедший На замену В составе Горожан Аргентинец Макси Лопес Воспользовался Ошибкой Вратаря Арадича И удачно Сыграл На добивании К слову Недавний Новобранец Футбольного Клуба Москва Открыл Счет Голам Уже Во втором Матче За свой Новый Клуб Который Победив 1-0 Продолжает Борьбу За награды Российского Чемпионата Команда Валерия Петракова Для Динамо Соперник Крайне неудобной За три сезона Белоголубые Обыграли Сибиряков Лишь однажды Однако Встречу Текущего Тура Хозяева Начали Резво И уже На девятой Минуте Повели Усилиями Игоря Семшова Который Давно Не забивал Что же Касается Томичей То они Несмотря На поистине Героические Усилия Похоже До последнего Тура Будут бороться За выживание Гости Очень старались Однако Одержать Первую В сезоне Гостевую Победу Так И не смогли Правда Сразу После Перерыва Выровняли Ситуацию Эффектная Комбинация С участием Тарасова И Климова Завершилась Точным ударом Головой Одного Из самых Миниатюрных Футболистов Нашего Чемпионата Скоблякова 1-1 Видимо Томичи Потеряли Концентрацию И буквально В следующей Атаке Пропустили Очень эффектный Пас Пяткой Отдал Пименов И Семшов Оформил Дубль Забей Вот в этом Эпизоде Скобляков Возможно Томичи Смогли бы Увести Из столицы Хотя бы Очко Но Скобляков Попал В перекладину И в концовке Динамовцы Вновь Наказали Гостей В комбинации Которая Привела К третьему Забитому Мячу Приняли Участие Сесеру Семшов А завершил Атаку Кирилл Камбаров Динамовцы Побеждают Главным героем Встречи Амкар Рубин Стал болгарский Нападающий Мартин Кушев На 33-й минуте Он головой Замкнул на вес Двинчича Суглового А спустя 11 минут Заработал Пенальти Который сам же И реализовал К слову После игры Руководство Рубина Подало апелляцию На решение Судьи Николаева По поводу Назначения 11-метрового В трех последних встречах Кушев Забил 5 мячей Благодаря своим Подвигам Он впервые За 10 лет Вызван В сборную Болгарии После перерыва Пермяки Почему-то Стали прижиматься К своим воротам Инициатива Перешла к Рубину И гости В концовке Сократили отставание В счете Ослепленный Солнцем Вратарь Левенец Проглядел Удазащитника Жана В итоге 2-1 Субботний Игровой день Начинался Во Владивостоке Там луч Энергии Крылья Советов Сыграли Ничью 0-0 А завершался Он В Раменском Сражения Двух Подмосковных Команд Сатурна И Химок Пока получаются Не слишком Результативными В первом круге Была зафиксирована Нулевая ничья А накануне Все решил Единственный мяч До перерыва Хозяева действовали Не совсем Удачно И главный тренер Команды Гаджи Гаджиев Призывал их Быть более Сконцентрированными А вот это Голевая комбинация В самом конце Встречи Петраш бросает Из-за боковой Гьян бьет В падении Через себя Защита Химок играет Неуверенно И недавно Его нравится Алексей Иванов Оказывается Расторопнее всех 1-0 В пользу Сатурна Теперь Беспроигрышная Серия Раменчан Достигла 6 игр В которых Набрано 16 очков И Сатурн Как кстати И Амкар Находится В данный момент Совсем близко От зоны УЕФА Ростелеком Возвращаемся Возвращаемся в Лужники Великолепная картина Заполненной чашей стадиона Аншлаг На матче Спартак ЦСКА Ну что ж Возможно кто-то из Мальчишек Те кто пришел сегодня С родителями На Этот великолепный матч Впоследствии захочет Стать Также игроком Спартака Или ЦСКА Проникнется любовью К этой игре Посмотрев Сегодняшний матч Мы пока смотрим Опасные моменты Первого тайма То что Произошло на поле Первые 45 минут Ну и кстати Для тех кто захочет Стать будущим армейцем Вот скажу что 15 сентября 15 в 10 часов утра Детская юношеская Спортивная школа ПФК ЦСКА Проводит конкурсный набор Мальчиков 97 по 2001 год Рождения В свою спортивную школу Так что Кто Желает Может Прийти на песчанку И Записаться в футбольную школу ПФК ЦСКА Ну что касается Первого тайма Еще раз подчеркнем Что Спартак действовал лучше Спартак действовал Активнее Нацеленнее И за Вот это нарушение Василия Березуцкого Был назначен 11 метровый Который Реализовал Сантос Моцарт Спартак ведет 1-0 Ну что Если говорить о том Что нашла коса на камень То спартаковская коса Пока машет Очень и очень здорово Вот камень Армейцев Пока не выглядит Столь уж крепким И наверное Под лежачий камень Вода-то не течет Армейцам Необходимо Необходимо Что-то Предпринять Я думаю Прежде всего На психологическом Уровне Как-то Заставить себя Завестись Может быть Поймать кураж И тогда Команда Безусловно Будет выглядеть иначе Нежели в первом тайме Особенно После пропущенного Мяча Когда Казалось бы Можно было ожидать Взрыва активности От армейцев Ничего подобного Не произошло Спартак продолжал Атаковать Никита Баженов На ваших экранах Который заменил Уже в самом начале Поединка травмированного Велетона И вот отряд Не заметил Потери бойца Спартаковский Как атаковал С бразильцем Так и атаковал Без него Баженов Активно Вошел в игру Но может быть Каких-то сверхинтересных Захватывающих Индивидуальных действий С его стороны Мы не увидели Однако Командную Игры Совершенно Не портил Армейцы больше Оборонялись И в общем На фоне Бегущего Спартака Выглядели Чуть Менее Ярко Скажем так Посмотрим Как Во втором тайме Будут развиваться События Ну и Жо 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 идет Сам Входит Штрафную площадь Опасный момент Прострелы Не успевает Вагне Второй тайм Начинается С атаки Армейцев Красич На правом фланге Шемберас Красич Красич Штрафную Входит И выбивает Выбивает Красич Мяч Шуава Здорово Защитник Сыграл В этом эпизоде Как ни пытался Сербский Хав ЦСКА Продраться Ничего не получилось Еще одна Атака Армейцев Но здесь Вагнер Мяч обработать Не сумел Итак Запасные Спартака Голкипер Хомич Роман Шишкин Денис Боярицев Максим Калинченко Ренат Сабитов Артем Цюба И был Баженов Который заменил Травмированного Велитана У ЦСКА Голкипер Помазан Рамон Янчик Ратинью Евгений Алдонин Анатол Григорьев И Эркин Джанер Турок Мы отметим Появление Ратинью На скамейке Запасных Это вот как раз Запасные Спартаковские На Ваших экранах Ратинью Игрок Правой бровки И я думаю Что если дальше События будут развиваться Не слишком благоприятным Для ЦСКА Образом Вполне вероятно Вполне вероятно Почерплю появление Ратинью На правой бровке Вместо Шембереса Ну уж не знаю Там Шемберес Перейдет ли в полузащиту Или какие-то другие варианты Валерий Газаев Предпримет Однако фланги Должным образом Особенно правый фланг На атаке у ЦСКА Не работали По первой половине встречи Жирков Периодически совершал рейды К штрафной площади Соперника Но Без должного эффекта И какой момент Промахнулся Вениамин Мандрикин И попал по мячу Но к счастью для него Не разобрались В этой ситуации Спартаковцы Просто не ожидали Что Мандрикин По мячу не попадет Естественно Смотрите Навес Штранцля Мандрикин Выходит из ворот Мяч долго-долго летит В общем Никто не мешает Мандрикину И Промах Мяч просто в Титова Попал Егор Не ожидал Что из-за мощной фигуры Мандрикина Мяч к нему Попадет Не всяких сомнений Ну и здесь Слав Черчесов Еще раз скажем Что сегодня У него День рождения Три минуты Сыграно во втором тайме Трибуны гонят Спартак вперед Но вот пойдет ли Во втором тайме Спартак вперед Большими силами Вопрос Вопрос По Степени готовности Команды И по счету Красно-белые ведут Однако Здесь есть Деснокая палка О двух концах Отдав инициативу Сопернику Можно за это И поплатиться По первому тайму Моментов У ЦСКА В общем Раз-два И обчелся Собственно Больше двух Наверное Их не считать И невозможно Были эпизоды Лишь В мяч сыграно В мяч Да Характерный жест Мальенко Но и было видно Что без нарушений Правил Спартак Все мяч отобрали Плитикоса Штранцель И дает мячу Выкатиться За боковую Аут Штранцель За боковой Вбрасывает Василий Березуцкий Шемберас Сместился в центр Игнашевич Так Любопытно Ну вот смотрите Первые перестановки Красич оказывается У нас на правом фланге Во втором тайме У ЦСКА Шембера сместился На позицию опорника А вперед Вперед выдвинулся Дуду Итак теперь фланги У то что говорили мы На бровках были Проблемы У ЦСКА В первом тайме Но вот теперь Реактивный Красич сместился Направо Слева по прежнему Жирков И дуду Под нападающим Нарушение правил Нарушение правил На многострадальном Быстрове Которого сегодня Тут всеми правдами И неправдами И по рукам И по корпусу И по ногам Бьют футболисты ЦСКА Быстров Зарабатывает Свою активностью Очередной штрафной Жирков Пытался здесь мяч Сохранить Для своей команды В итоге едва Обрез не совершил И только нарушение правил Хорошо еще Без желтой карточки Мальенко Пока только одно Предупреждение вынес После этого Штрафного Еще раз представлю Судейскую бригаду Торбинский Вот как с такого Штрафного Когда в стенке Это даже стенка С один только человек Можно попасть Как раз в него Вопрос к Дмитрию Атака Спартака Не закончена Павлюченко Грамотно ему корпус Ставит Дуду Идет сам вперед Четыре против трех Атака ЦСКА Передача на Жо Ну пока Жо мяч догонит Пока остановит Уже Спартаковцы Успеют вернуться Да Жо уходит от опекуна Хороший момент Передача И Спартаковцы В центре штрафной Разобрались Маженов Мне кажется Что в предыдущей атаке Красич Дуду не лучшее Продолжение выбрал Рядом с ним Набирали ход Два партнера А Дуду Сделал дальнюю Передачу Сильную Довольно Уходящий мяч был А Джой пока Бразилис Там до него добрался Темп атаки был утерян И в итоге Все завершилось Чем завершилось Да и на ход ближнему И там Вдвоем против одного Защитника Партнера выходили Прямо по центру ворота Что было То прошло Спартак в атаке Моцарт Торбинский Павлюченко Титов Опасный момент Торбинский Маженов Ну такие моменты Надо реализовывать Да Отликнулся сейчас Я думаю У болельщиков ЦСКА 100% Ну не 100% 100% Нужно реализовывать Не сумели Торбинский С Баженовым Сделать счет Куда более комфортным Для своей команды Теперь Торбинский Борется на фланге С Шембересом Отрабатывать теперь нужно Дабы не сработала Знаменитая поговорка Дуду Опасный момент Хорошая передача На Вагнера была Не успел к мячу Вагнер Ну вот Заработал здесь Бразильский Мермудский Треугольник И оборона Спартака На полную катушку Уже занята Не так Как было в первом тайме Дуду Хорош сейчас В подыгрыше Через него Строятся атаки Вагнеры же Открываются Без такую карусель Начинают крутить Как бы не вскружилась Голова у спартаковских Защитников Как же по первому тайму Надежно Ковач и Дидура Действовали Шуава и Штранцель Также без Особых Огрех Ну и справедливость Ради скажем что Это сверхзадача Армейское нападение Перед спартаковской Обороны Не ставило Тут вперед Хозяева поля Торбинский Хорошая передача В штрафную Ну Красич здесь Успевает закрыть зону И не позволяет Шуава добраться До мяча А вот Красно-белые Убрасывать будут Мяч Незавтра Корбинский Шуава Навес Алексей Березовский Ну как только следует Навес С флангов От защитников Спартаковских Так еще и пропал К сожалению Я думаю Для поклонников Все красно-белые Торсиды Ни Шуава Ни Штранцель Увы Этим умением Точно подать Не обладают В отборе Да Сыграть стеночку Безусловно Но Искусство Точного Последнего Пасса Увы Не на Должном уровне Для команды Которая Планирует В ближайшем Будущем Покорять Европейские И как здесь Не вспомнить Про Мартина Ираника Давно уже Он отсутствует Конечно Потеря Для Спартака Для обороны Спартаковского Бахила Лечил Мартин В Германии И должен на следующей Неделе уже вернуться Ну вот К счастью Для Ну к счастью На пользу Безусловно Иранику Долгое время Тянули он с операцией Но сразу И одну ногу Подлечили и вторую И полный комплекс Восстановительных процедур И планируют Что может быть К концу октября При наилучшем Раскладе Если процесс Восстановления Пойдет хорошо То Ираник Вернется В строй Ну а вот ЦСКА ЦСКА ожидается В эти же сроки Примерно Возвращение в строй Даниэля Карвалью Накануне Поздно вечером В Москву Вернулся Игорь Акинфеев И поддерживает Свою команду Вот кстати Акинфеев В интервью Спортэкспрессу Сказал что При Студиславе Черчесове Спартак наконец-то Стал тем Спартаком Который Любят Спартаковские именно Болельщики Команда действует Остро Агрессивно Мощно Не в пример Тем спартаковским Коллективам Которые играли Под руководством Других тренеров Последний сезон Это мнение Акинфеев Жо с мячом На чужой половине Поля Только-только Прибежал Шемберес Подмогу Здесь вдвоем Торбинский И Мазарки Уже мяч отобрали Пока тот ждал Помощи от партнеров И не дождался Потеря Алексей Березуцкий Рахимич И назад Игнашевич 56 минут сыграно 1-0 Впереди Спартак Жирков Ушел от одного Соперника От второго Но здесь Слишком далеко Мяч от себя Отпустил И Штранца Не успел Подстраховать Быстрого Быстрого С мячом Упустил Упустил За боковую Алексей Березуцкий Дуду Шемберес Дуду И все Закончилось В очередной раз На Родославе Ковачи Но Ковач так словно Подковач На счастье Спартаку Пока действует Не боюсь Сглазить Просто констатирую Факт То что есть 10 минут Сыгранных Во втором тайме И Дуду Может быть Магия Дуду Нужна ЦСКА Чтобы как-то Взбодриться Попытаться Переломить Ход борьбы Поактивнее Армейцы Задвигались На втором тайме Однако пока Никаких плодов Это не приносит Спартак По-прежнему Внимательнее Компактно действовать В обороне Большими силами Отходит назад И очередной фол На Быстрове Быстров Как после нокдауна Оказывается Отойдите от меня Не трогайте Но не трогать Быстрова Жирков Сегодня не может Быстров хорош И сегодня В единоборствах Один в один Чаще выигрывают Вот эти Пикридуэли У Жиркова Нежели уступают Поэтому много Полов Много штрафных И Моцарт Моцарт будет подавать Пытался с этой точки Минутами раньше Торбинский Что-то придумать Ничего не получилось Моцарт На вес штрафной Закручивает мяч Ворота И Мандрикин Вот здесь все здорово Сделал Долгипер ЦСКА Успел переместиться И мяч через перекладину Перевел Угловой Спартак зарабатывает Дидура Пришел в штрафную площадь Соперника Помним мы его подключение В первом тайме Была возможность Да Смотрите Как он в полете Из-под перекладины Мяч выдачил Мандрикин Угловой Снова Моцарт На вес А до удара Дело не дошло Разобрались армейцы Но мячом Завладеть не сумели Фол на Павлюченко Был на мяч У Спартаковцев Моцарт А здесь уже без нарушения правил Березуцкий Сыграл Но Аут Моцарт Очень активен Это такое впечатление Что начинает Начинает Тихоньку силы Моцарта Покидать Не так Быстро он двигается Однако пока Пока успевает Успевает И в атаках Поучаствовать И назад Отходит Брасывать Быстров мяч Будет Центральном круге Жои Вагнер Против трех Спартаковцев Штранцель Но не его Не его это дело Снова Штранцель Вот здесь все правильно Быстрову Под Быстрова Баженов вышел И попытка сыграть стенку Не удалась Березуцкий все прочитал Еще один аут В пользу Спартака Переместилась игра К воротам армейцев Спартаковцы не спешат Экономят силы И действуют по счету Быстров Ждет Бросить На Титова Титова На Баженова Баженова мяч Скочил очень далеко И все закончилось Еще одним аутом И снова Быстров Моцарт Еще один раз Выигрывает подбор Но здесь партнеры Не поддержали Жирков Хорошая передача на Вагнер Вагнер с мячом Пока Какой пас Титова Титова Спартак Спартак Всячески пытается Сейчас сбить Темп Как только армейцы Идут вперед Включают скорость И тут же Спартак Тянет Стадион Стадион С высоты И птичьего полета И с высоты Комментарской кабины Но на данный момент Гораздо более активно Ведут себя Болельщики Спартака Нежели поклонники ЦСКА А поддержка Я думаю Армейцам Сейчас Жизненно Необходимо Пока Не удается Вход Этого матча Переломить Спартак Что называется Держит руку На пульсе Эту армейскую руку Сжимает Как только Армейцы Пытаются Что-то предпринять Но может быть Сейчас у ЦСКА Что-то получится Дуду с мячом Рядом несколько партнеров Передача отвратительная Моцарт В очередной раз На пути мяча встает Но армейцы Мяч сохранили Березуцкий Подключается Красич Красич против Шуава На подстраховку Пришел Торбинский Красич навес И Дедура Мяч выносит Атака Не закончена Заметался Мяч В трахной площади Спартака И От греха Подальше Шуава выносит Мяч за боковую линию Армейцы будут бросать Мяч из аута 63-я минута Заканчивается 1-0 В пользу Красно-белых В главном поединке 23-го тура Чемпионата России Считают Спартакович мяч в руку Попал Футболисту ЦСКА Мальенко Мальенко Иного мнения И обрез Неудачная передача Быстров набирает ход Рядом Павлюченко Быстров смотрит Кому сделать передачу Хороший пас На Павлюченко Павлюченко в касание Пацан пытался пробить Но там прям на ноге У него висел Защитник И не позволил Роману Прицельный удар Нанести Игнашевич Подскаковал Паркоров Быстров Какую великолепную передачу Сделал В матче предыдущего тура Беллеттону Поединки с Рубиной Буду на ваших экранах Штранцель Да, но не узнаваем Не узнаваем пока ЦСКА Не так армейцы играли Против Спартака Во всех предыдущих матчах Не так армейцы играли В своих лучших поединках В нынешнем сезоне И во всех предыдущих Команда выглядит Несколько апатично И замена Замена Роман Появится на поле Заменит Заменит Дуду Такое решение Принимает Валерий Газаев Начинал Дуду На месте опорника Потом перешел На позицию Атакующего полузащитника И теперь отправляется На скамейку Запасных Один бразилец Меняет другого Роман В помощь Вагнеру Ижо Газаев Благодарит Дуду За игру Но нужно Нужна Нужна свежая кровь Армейцам Еще раз подчеркну Что как-то виловато Виловато действует ЦСКА Для поединка Такого уровня Статуса Для поединка В котором армейцам Необходимо Выигрывать Выигрывать Жирков И Ковач Жирков Шемперес Тидура на опережении Едва позицию не потерял Но успел вернуться назад И отобрали Спартаковцы мяч Великолепная передача На Баженова Павлюченко Подключает к атаке Титова Титов Баженов набирает ход Титов идет сам Ждет пока партнеры подойдут Входит в штрафную Егор Титов Опасный момент Удар Казалось бы Все сделал Спартаковский капитан Чтобы Снискать сейчас Громогласное Получить порцию Аплодисментов И лишь самоотверженнейшая Игра Василия Березуцкого Не позволила Титову Завершить этот сольный проход Прицельным ударом Смотрите Ну полкоманды Обыграл Титов Сейчас И уже убойная позиция была Василий Березуцкий Браво Бросился самоотверженно Под удар Угрозу ликвидировал Угловой Моцарт Закручивает мяч Створ ворот Мандрекин на чеку Сильно выбивает На половину поля Спартака Вагнер Один против двух И От одного ушел И на подстраховке Шуала Штрафной Нет аут Аут Мяч было сыграно Считает Альберт Удзяна Мальенко И очередная потеря У ЦСКА Правда и спартаковцы Не точно сыграли Рахимич На Красича Красич подключает Василия Березуцкого Да 67-я минута матча 1-0 Впереди Спартак И Плетикоса На Торбинского В этой дуэли Торбинский Проиграл Красичу Красич сохранил мяч И хорошая атака Намечается у ЦСКА Рамон Жирков Входит в штрафную площадь Прострел Не успевает Вагнер А Плетикоса Шансов на добивание Не оставляет Мяч ловит намертво Ну что ж Распрямилась пружина ЦСКА И тут же Контр-выпад Спартака Быстров по месту Это не Быстров Это Баженов Баженов Входил в штрафную площадь Но прострел Не получился Быстров только-только Отработал в оборону Бежал за Жирков И Едва не прозевали Армейцы Выпад Баженова Но может быть Никите стоило Пройти еще дальше Резать угол Ну и Березуцкому Здесь поаплодируем Сыграл Сыграл он здорово Еще один угловой Угловых много Спартак подает сегодня Пока безрезультатно Торбинский Хороший Удар И Жирков Спасает свою команду Мадрикин был Бессилен Жирков Из угла ворот Мяч сейчас Вытащил Подстраховал Своего голкипера И выручил ЦСКА Еще один опасный момент У ворот армейцев Смотрите Навес Торбинского По моментам Спартак На голову Выше ЦСКА По опасному У ЦСКА Есть полумоменты Есть перспективные Атаки Но Не более того Красно-белые Близки к тому Чтобы Забить второй мяч Так это футбол И всегда команда Которая Больше атакует И создает моментов В итоге добивается Успеха Армейцы уже пару раз По ходу второго тайма Продемонстрировали Что могут поймать Соперника на контратаке И так И так Еще одна замена Готовится У ЦСКА Это замена Очень любопытная Вот так Валерий Газаев Дает указание Кстати Нечастный случай Когда Валерий Георгиев С помощью доски И фломастера Дает указание Игроку Который готовится Выйти на поле Ну и здесь Все понятно Почему Такой способ Наглядной Агитации Валерий Георгиевич Выбрал Моцарт Назад Торбинский Обыгрывает Давид Янчик В следующем Свою атакующей линию Купить Еще одного Бразильца Александру Здесь сразу Вопрос встает Как затем При условии Трех Нападающих Если без травм Кого ставить Состав И за Александру Довольно серьезную сумму Готов заплатить Спартак И Кого из трех форвардов Выпускать на поле Александру Велетон Или Павлюченко Не говоря уже о том Что есть еще Дзюба Баженов И Прудников Вот с ними Это как быть В аренду Обдавать Джей Прудников И Дзюба В общем и целом Очень неплохо Себя проявили По ходу Нынешнего сезона И мячи забивали За Спартак И очки Своей команде Приносили Когда полом Был Красно-белый Лазарет Очень перспективная Молодежь Ну это дело Будущего Спартаковского В настоящем Красно-белые Выигрывают У ЦСКА 1-0 Армейцы Идут вперед Джо Удар Не точно Не точно И Отворот 72 минуты Сыграно 1-0 Красно-белые Впереди Не спешит Плите Коса Спешить В общем-то Некому Валерий Газаев По-моему Один из самых Активных Если не самый Сейчас В своей команде Взять Лев Покинаем Скорее Но Вот такое Складывается Впечатление Может быть Неуловимое Что Если сравнивать Этот поединок С матчами ЦСКА и Спартака В нынешнем сезоне Будь то на Кубке Первого канала Будь то в поединке За Суперкубок Или В матче Первого круга Даже у Газаева Эмоции Не те Словно Какой-то Огонек Потук В глазах Армейцев Незримо Может быть Но чего-то ЦСКА Не хватает И матч С Ростовом В предыдущем Куре Здесь Наверное Не в счет Интрига Чемпионской Гонки И развязка Решается Вот в таких Матчах Напомню Что ЦСКА В ближайшем Будущем Еще ехать Санкт-Петербург Играть С Зенитом Ну и Спартака График Очень-очень Непростой Здесь и Москва Здесь и поединок В Райминском Сатурном Здесь и в следующем Туре матч Против Локомотива В гостях И поединок С Динамо Так что График Непростой Торбинский Неудачно Разыграл Штрафной Мяч Снова Торбинского И захлебнулась Атака Здесь нарушение Правил Нарушение Правил И Мальенко Показывает Что Нужно Врачам Выйти на поле Оказать помощь Футболистам Жирков на газоне И кто-то Из Штранцель Неудачное Какое Столбтовение Спартаку Не хватало Еще и Штранцеля Потерять Да Штранцель Показывает Что не может Он играть И нужно замену Проводить И Черчесов Активно Призывает Запасных Быстренько Видимо Шишкин Появится На поле Просто больше Некому Запасных Уходить Хомич Голкипер Боярицев А Ну Сабитов Может Появиться Еще Посмотрим Какой вариант Изберет Станислав Черчесов Опасный Момент Какой Но правда Все видел Плетикос И мяч Точно Над ним Летел Плетикос Призывает Своих игроков Повнимательнее Действовать Передача Красича Нашла Голову Жой Жов Падение И пробил Ну здесь Для Плетикоса В общем и целом Удар опасности Не таил Да Увы Увы Черчесову Вот так складывается Для него Сегодняшний поединок Вторая Вынужденная Замена А Валерий Газаев 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 Готовится Выпустить На поле Ратинью То о чем мы говорили Посмотрим В какой-то степени У Газаева Замены Вынуждены Но вынуждены Они по ходу Игры Потому как Складывается Этот матч А Черчесов Должен менять Своих футболистов Из-за травм Да Штранц Очень быстро Показал Что не сможет Продолжить игру И сразу же Отправился За пределы поля Спартак Десятером Жирков На их центр И там Игнас Дедура Разряжает обстановку Дает возможность Провести замену В своей команде Да Роман Шишкин Появится на поле И наверное Шишкин пойдет Получать Отеческие Буквально отеческие Последние напутствия От Черчесова Кто так приобнял Молодого защитника Шепнул ему на ухо Похлопал по плечу Но понятно Что Роману сейчас Поддержка Прежде всего Главного тренера Руководства клуба Необходимо Не слишком удачно Складывается Для него Как весь сезон В целом Так и особенно Последний матч Но Синдром второго сезона Сейчас очень многое Зависит от того Как Шишкин Войдет игру Многое для Спартака Ну и ЦСКА ЦСКА готовится Вбросить в бой Очередного своего новичка Дебют Ратинию Мы увидим В сегодняшнем поединке Ратинию Которого прозвали На родине Ратинию По-португальски Хрисенок Вообще он Эдуардо Но Ратинию Ратинию в школе Так прозвали За то, что Передний зуб был сломан И вот Такой Внешний вид У этого футболиста Выражение лица Поменявшее Это маленького серого животного Так и прозвали С тех пор Ратинию закрепилось Вот и выходит он на поле Уходит Рахимич Ну и это уже Ва-банк Ва-банк Что называется Судя по всему Ратиния пойдет На правую бровку Номер 20 Слева Жирков И что называется С одним опорником Будет ЦСКА сейчас действовать Шемберес Остается и таким образом Атакующий Квинтет У ЦСКА Красить Жирков Красить Жирков Ратинию И здесь же Рамон Янчик и Жо Даже 6 человек Идет вперед У ЦСКА Спартак оброняется Очень спокойно Моцарт На Павлюченко И Гнашевич О какая ошибка Мандрыкина Едва не приводит Очень неприятные средства Да У ЦСКА Таким образом И Красить И Рамон Пара атакующих Полузащитников На острие атаки Янчик и Жо При активной поддержке С флангов Жирковым и Красичем Которые сейчас Сказались оба слева Разобрались Спартаковцы Плитикоса Павлюченко Выиграл борьбу Титов Быстров Забегание делает Баженов Быстров идет Само Баженов Почему-то дальше То не пошел Вроде бы забежал За Быстрова Но иди дальше Быстров посмотрел Передачу так уже не глядя Делал Ожидая что там окажется Партнер Быстров Почему-то остановился И опасный Кватор выпад ЦСКА По правому флангу Янчик На вес Красич Установить мяч Как следует Не сумел 79-ая минута 1-0 Впереди Хозяева поля Да Это повтор эпизода Когда едва Не оплошал Вениамин Андрекин Жирков Нет Ковач Ковач Сегодня Действует Безошибочно А вот В пользу ЦСКА Оставляет Алексей Березуцкий Мяч Жиркову И тут же Получает Обратно Игнашевич Да На своей половине Поля Пожалуйста ЦСКА Имеет Хоблый Свободу Действия Может Катать мяч Разыгрывать Поперег Поля Спартаковцы Не прессингуют И встречают Армейцев Уже здесь Вблизи Собственных Ворот Моцарт И нарушение Правил Желтая Карточка Честно Говоря Не очень Я сейчас Понял За что Желтую Карточку Моцарт Получил Ну да ладно Штрафной Армейцы Пробьют Пробили Неудачно Протинью Брасывает Мяч Из-за Боковой Будет Очередной Очередная попытка Прорваться По правому Флангу Ратинью Идет сам В окружении Четырех Соперников Сделать точную Передачу Невозможно Четыре Варианты Валерий Газаев и варианты руководства клуба для усиления. Давным-давно уже не выходит стартом в составе Ролангуйцев. Нет его даже в заявке на сегодняшний матч отыграл. Он практически весь поединок вчера в матче дублеров. 1-1 в ничью. Матч завершился и Спартак, идущий на первом месте, сохранил 10-очковый отрыв от идущего вторым ЦСКА. 82-я минута. Угловой опасный момент. Нет, нет, считает Мальенко, что не было игры рукой в этом эпизоде. И контратака Спартака. Павлюченко устоял на ногах. 3-2. 4-2. Павлюченко с мячом. Да. Сам себе все испортил Роман. Все затянул. И здесь, собственно говоря, комментарии излишни. И нарушение правил со стороны Быстрова. И еще одна желтая карточка. И показывает Мальенко, что уже второй раз Быстрова руками задерживает соперника. Если в первый раз арбитр ограничился устным внушением, то теперь показал желтую карточку. Но вот единственное, пока по предупреждениям не совсем понятен там фолл Моцарта. Болист ЦСКА уже падал, и Моцарт просто так приобнял соперника, но предупреждение получил. А это момент, который запорол, просто запорол Павлюченко. Три партнера были рядом против двух игроков обороны ЦСКА. И в итоге Павлюченко зачем-то полез в центр сам. Сблизился с партнерами. Еще и мяч потерял. Там отдай направо, налево. Вариантов была масса. И еще одна желтая карточка. Ну вот начался фестиваль предупреждений в Лужниках. Эдуардо, именно такая фамилия написана на футболке у бразильца, также получает желтую карточку за другую игру. И Роман Шишкин пробьет штрафной. Валерий Газаев у громки поля. Мне кажется, все эмоции на лице. Эмоции не только самого Валерия Георгиевича, но и эмоции всей его команды. Не получается. Еще одна контратака Спартака. Можно играть, считает Мальенко. ЦСКА идет вперед. Рамон. Жо. Пытался пройти двух спартаковцев. Попытка, конечно, не пытка, но в данном случае безуспешно. Шемберас. Дидура. Березуцкий. Игнашевич. А Спартак практически всей команды отошел на свою половину поля. Впереди только Баженов и Павличенко. И не атакуют. Не атакуют Спартака в цепи. Соперника на его половине поля. Даже мяч не доходит. Ну, а с учетом того, что в передней линии у ЦСКА должного движения нет, то и передачи особо делать некому. Сейчас Газаев об этом и говорит. Еще нужно открываться, предлагать себя. А это, кстати, весьма спорный момент. Весьма спорный. Не буду больше на эту тему распространяться. Я думаю, что в послематчевых интервью этот эпизод вызовет противоположные комментарии с стороны игроков и болельщиков двух команд. Но факт остается фактом. Баженов мяч мимо Игнашевича пробросил, а Игнашевич сыграл в Баженово. Все это было в штрафной площади. 86-я минута. Вполне возможно, что Мальенко посчитал двух пенальти в одном матче такого уровня и накала в одни ворота слишком. Хотя, уверен, произойдет такой эпизод в центре поля. Свисток арбитра не промолчал бы. Все, закончили с этим. Жирков идет вперед. Есть еще время у армейцев, чтобы попытаться этот поединок спасти. И угловой. Угловой на 86-й минуте. Как-то окончательно улеглись страсти и эмоции. Жди взрыва. Валерий Георгиевич перекрикивает сейчас 80 тысяч болельщиков на трибунах. И очень нелицеприятной форме высказывает своим футболистам, что и как они должны делать. Да, я думаю, что довольно жесткий разговор ожидает футболистов ЦСКА. С главным тренером в раздевалке. Если армейцам не удастся повторить лично подобие финала матчастры на этот поваре в последние минуты. Хотя пока предпосылок к тому особых нет. Но вот опасный момент. И Плитикоса словно золотую рыбку там мяч в ближнем углу выудил. И арбитр к тому же показывает, что было нарушение правил. Со стороны кого-то из армейцев мы смотрим повтор. Мяч в московском небе взмыл. Да, был фолл со стороны Плитикоса. И Плитикоса пробьет штрафной. И еще одна замена. Ну вот первая замена у Спартака, которая продиктована не травмой, а тактическими соображениями, Максим Калиниченко. Готовится появиться на поле. И таким образом у Спартака это третья замена. Все три замены использовал и Валерий Газаев. Владимира Быстрова. Судя по всему меняет Максим Калиниченко. Займет его место на поле. Быстров сегодня набегался очень прилично. Массу моментов создан для своей команды. Достаточно вспомнить сколько штрафных на нем. В свои ворота заработали футболисты ЦСКА. И не вина Быстрова, что не удалось стандарты красно-белым использовать. Быстров очень неплохой матч провел. Действовал как и должен был. Получает благодарность от Станислава Черчесова. Ну и посмотрим Калиниченко. Какое место займет пока пошел в центр поля. В пару к Егору Титову, а Баженов на правый фланг. Вот так. Торбинский. На коротке с Моцартом. Моцарт назад. Все меньше и меньше времени. И все это вода на мельницу Спартака. Калиниченко. Хорошая передача на Павлюченко. Павлюченко идет сам. Против него Алексей Березуцкий. На дальнем углу штрафной Торбинский был один. Павлюченко иной вариант выбрал. Баженов. Ну и перешел Спартак в позиционное нападение. В пятером против восьмерых армейцев. Павлюченко. Против него Жирков. Алексей Березуцкий пришел на помощь. Аут. Аут для своей команды. Павлюченко. Заработал. Расстроены армейцы. И вот. Мне кажется, что. Эмоции со знаком минус преобладают у них. Середина первого тайма. После мяча пропущенного с пенальта. Так и не удалось ЦСКА. Не взвинтить темп. Не поймать кураж. Не переломить ход борьбы. Да. Больше армейцев владели мячом. Но во втором тайме по сравнению с первым. Да. Больше времени провели в атаке. Так и каких-то уж очень острых ситуаций у ворот Спартака. Создано не было. И, честно говоря, за последние годы, наверное, самый неудачный сегодня матч. И не только по счету для ЦСКА. Против спартаковцев. Если так все и закончится, то можно с уверенностью сказать, что венцом неудачного чемпионата для ЦСКА, а для ЦСКА любой чемпионат неудачный, если команда не борется за золотые медали, станет вот этот поединок. Но не будем забегать вперед. Еще время есть. Игнашевич. Жирков. На своей половине поля все это происходит без обострения. И даже последнего штурма мы не видим. Так. Довольно вяло все. Три минуты добавлено. Красич. Пытался прорваться, не получилось. Торвинский. Серия обманных движений. И Моцарт. Назад. Подальше, подальше. Вот своих ворот. Футбольный клуб «Спартак» выигрывает у профессионального футбольного клуба ЦСКА. 1-0. Ну, опять же, поймал себя на высле, что нельзя забегать вперед. 1-0 пока. Три минуты еще играть. Чуть меньше. Две с половиной. Хозяева поля идут вперед. Титов. Можно передачу на Павлюченко сделать. Естественно, Титов Романа увидел. Павлюченко сам. Подключается Баженов по правому флангу. Простреливать было просто не было. Логично было бы в этой ситуации остановить мяч и попытаться там затем сыграть уже вторым темпом спартаковцам. Но Баженов у самой лицевой линии до мяча доставал и решил прострелить. Как бы то ни было, очередные секунды выигрывают спартаковцы. И они все ближе и ближе. Безусловно, знаковой для себя победе, до которой еще полторы минуты. Баженов. Пас в никуда. Красич. Рамон. Едва не ошибся. И Красич. Продвижение вперед по коню. Длинная передача Березуцкого на Жиркова. Точно. Жирков здорово останавливает мяч. Ходит в штрафную площадь. И пошел, пошел Жирков дальше. И в итоге только лишь отворот. Крушение надежд. Все в этом падении. Здорово. Жирков все сделал. Баженов не стал фалить. Жирков пошел в штрафную площадь. Но может быть и от Шишкина мяч покинул пределы поля. Так и арбитр главной сегодняшней встречи. Испанец Мальенко. Сразу показал, что отворот. Отворот. И меньше минуты до исторического события. Со знаком плюс для Спартака. Со знаком минус для ЦСКА. Теперь же Павлюченко не согласен с боковым. Калиниченко подключается. По правому флангу. Просто отдает мяч армейцам. И назад. Назад всей команды. Но вот Калиниченко как раз и не спешит. Гораздо быстрее бежит Павлюченко. Калиниченко, напомню, минуту не только раньше вошел в игру. Силы должны быть прилично. Павлюченко стелется в подкате. Обыгрывает его Ратинию. И опасная атака на последних секундах. И штрафной. Штрафной. Вот такая развязка в сегодняшнем матче ждет нас. Считает Эдуардо Ратинию, что еще и карточку нужно показать. Здесь желтую. Зафолк против Рамона. Павлюченко примчался назад помогать своей команде. И заработал очень и очень неприятный штрафной. Все. Это последняя атака в сегодняшнем поединке. Последний стандарт. Все спорта, все полевые игроки в штрафной площади. Спартака Мандрикин не пошел. Не пошел и не даром. Романа Павлюченко нам сейчас показывают. Ну что? Навес. Опасно. Момент. Гол. Да. Ну что? Как расценивать этот эпизод? Столько здесь всего можно сказать. Первый. Гол Давида Янчика в чемпионатах России. Армейцы уходят от поражения. Спартаковцам не удалось прервать неприятное. Для себя традицию. Спартаковцам не удалось обыграть ЦСКА. Смотрим повтор. Вот так развязка. Игнашевич скидывает мяч. И Янчик в борьбе с дедурой. Оказавшимся почему-то за спиной у польского форварда. Ну что ж. Браво. Браво ЦСКА. Вне всяких сомнений. Вытащить такой матч. Это дорогого стоит. Безусловно. Все сделал Спартак для того, чтобы выиграть. Ничья 1-1. Да. Такую неделю красно-белым лучше забыть. Вычеркнуть. Хотя как это возможно. Поражение в Казани. Поражение в Глазго. И ничья, я думаю, по тому, как складывался этот матч, равносильное поражению для Спартака в поединке с ЦСКА. 92 минуты 45 секунд. Спартаковцы шли к победе. И сейчас лежат на газоне в немой сцене всеобщего удручения. Трибуны молчат. Взорвалась трибуна, где сидят поклонники ЦСКА. Армейцы благодарят друг друга за силу воли, за выдержку, за веру в собственные силы. Все эмоции на лице. Мы прервемся на короткую паузу и вернемся в Лужники. Давайте пожелаем ему здоровья, счастья и успеха. Ростелеком. Черчесов. Итак, Спартак ЦСКА 1-1. Четвертый подряд ничья в матчах этих соперников. Это тот случай, когда для одной команды ничья равносильно поражению, а для другой ничья неравносильно победе. Но я представляю, какие эмоции сейчас у болельщиков. У спартаковских за что и почему у армейских радость. И, наверное, ЦСКА забыла о каком месте в турнирной таблице сейчас. Все о результате. Ну а мы на этом заканчиваем прямую трансляцию, организованную Первым каналом. Всего вам доброго и до свидания.